Чтобы какой-то компьютер мог быть частью сети и полноценно в ней работать, ему нужна информация о сети, свой IP-адрес и маска, адрес Gateway, адреса DNS серверов, возможно какая-то дополнительная информация. Когда в сети один-два компьютера, всю эту информацию можно и вручную прописать, задав статичные IP-адреса. Если устройств становится много, это начинает отнимать много времени. Поэтому практически в любой сети есть DHCP сервера, благодаря которым достаточно подключить устройство к свечу и оно получит всю необходимую информацию о сети. Само название DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol, говорит за себя – протокол динамической настройки хоста. Неплохо бы иметь представление, как происходит этот процесс. Он состоит из четырех шагов. И вкратце его называют DORA – Discover Offer Request Acknowledge. Представим, вы подключили какое-то новое устройство к сети. Практически в любом устройстве, которое поддерживает сеть, есть так называемый DHCP клиент – программа, которая позволяет динамически настроить сеть. Допустим, мы подключили какой-то Linux, Network Manager увидел, что поднялся какой-то интерфейс. У этого интерфейса в профиле стоит IPv4-метод Auto, а значит Network Manager запускает DHCP клиент. Так как в этот момент у компьютера нет никакой информации о сети, нет IP-адреса или адреса DHCP сервера, DHCP клиент отправляет Broadcast Поиск – Discover. Этот запрос придет всем устройствам в этом Broadcast домене. Если в этом влане есть DHCP сервер, то он увидит этот запрос. В зависимости от настроек и свободных адресов, DHCP сервер подготовит предложение – Offer – и пошлет на MAC адрес DHCP клиента. Теоретически в сети может быть несколько DHCP серверов. Соответственно, к клиенту может прийти несколько предложений, из которых он должен выбрать одно. Но это просто техническая возможность. На деле в одном Broadcast домене не размещают несколько разных DHCP серверов. Клиент после получения предложения посылает самообращенный ARP-запрос, чтобы понять, есть ли в сети другое устройство с таким IP-адресом. И когда видит, что другого устройства нет, клиент посылает серверу запрос – Request – дай мне этот адрес. Клиент, в зависимости от настроек, может также запросить дополнительную информацию. Сервер, получив такой запрос, посылает подтверждение – Acknowledge, добавляя к ответу дополнительную информацию в зависимости от настроек, а также время – Least Time. На какое время был выдан этот IP-адрес. В течение этого времени сервер не будет отдавать этот адрес другому устройству. К этому мы еще вернемся. У всяких роутеров и современных свечей есть функционал DHCP-сервера. До тех же домашних роутеров пользователи не знают ничего ни про IP-адреса, ни про DNS-сервера, ни про маршруты. Они просто подключают компьютер к сети проводом или по Wi-Fi, и все работает благодаря DHCP-серверу. Но функционал DHCP-сервера на сетевом оборудовании зачастую довольно ограничен, неудобен и подойдет разве что для небольших сетей. Ну и сетевое оборудование администрирует сетевик, а DHCP-сервер в основном раздает адреса компьютерам пользователей, серверам и тому подобное. То есть на то оборудование, которое администрирует сисадмен. Если DHCP-сервер будет на роутере, сисадмену придется вечно обращаться к сетевику. Настрой мне то, настрой мне это. Поэтому в средних и больших сетях DHCP-сервера это отдельные виртуалки, которые админит системный администратор. Для начала мы разместим его на роутере, чтобы познакомиться с функционалом, а дальше вынесем в отдельные сервера. Логичнее будет расположить его на роутере 3 или 4, так как у них есть доступ ко всем вланам, где есть компьютеры. Сперва подключимся к роутеру 3. Затем установим пакет DHCP-сервер. На разных дистрибутивах пакет может называться по-разному, но все это одна и та же реализация функционала DHCP от организации ESC – Internet Systems Consortium. Они также разрабатывают DNS-сервер, который в будущем мы будем разбирать. Настройки лежат в директории etc.dhcp. Основной файл настроек DHCP-сервера – это dhcpd.conf. Также есть версия dhcpd6.conf для IPv6 сетей, ну и директория dhclient.d, где лежат настройки DHCP-клиента. Например, здесь есть скрипт crony.shell, который настраивает демон ntp-crony по адресам ntp-серверов, полученных по DHCP. То есть мы подключимся к сети, получим адрес и прочую информацию о сети, в том числе адреса ntp-серверов, и этот скрипт настраивает crony, чтобы пользователям не приходилось вручную прописывать их. В директории etc.dhcp мог быть еще файл dhclient.conf, который связан с пакетом dhclient. В нем можно было бы прописать недостающие настройки сети, которые не выдаст DHCP-сервер, либо как-то перезаписать, что выдали, либо указать, что нужно послать DHCP-серверу при запросе. Но это можно сделать в профиле network manager, оставив ipv4 метод auto, но при этом добавив нужную информацию. Например, тот же скрипт настройки crony реализован через сам network manager. У него основная директория настроек – etc.networkmanager. и здесь в директории dispatcher.d можно найти скрипт для crony. И все это к тому, что в DHCP можно настраивать не только сервер, но и клиент. Если у вас network manager, то настройки DHCP клиента нужно делать через него. На каких-то других системах может не быть network manager. И там, скорее всего, настройки клиента нужно будет делать через конфиг etc.dhcp.dhclient.conf. Теперь перейдем к настройкам сервера. Посмотрим файл настроек – etc.dhcp.dhcpd.conf. Тут настроек нет, но есть подсказка, что примеры настроек можно взять из файла dhcpd.conf.example. Давайте скопируем пример настроек и заменим основной файл. После чего зайдем и уберем лишнее. Обратите внимание, что здесь все строчки с параметрами заканчиваются на точку с запятой. Будете что-то менять – не забывайте ставить ее. Также учтите, что конфигурация состоит из общих настроек, которые мы сейчас видим. А чуть ниже для каждой сети будут свои локальные секции. То, что мы будем указывать здесь, можно будет перезаписывать для каждой сети. Некоторые опции я пока разбирать не буду. Например, option domain name. Она связана с темой DNS. Когда будем проходить DNS, вернемся сюда и донастроим все необходимое. А пока уберем. Опцию domain name servers оставим. Здесь указаны адреса DNS серверов. И, обратите внимание, несколько значений разделяются запятыми. Хотя в примере они указаны по именам. На деле, DHCP сервер сначала сам обращается к DNS серверам. Превращает эти имена в IP адреса. И клиентам отдает их в виде IP адресов. Так как у нас пока своих DNS серверов нет, заменим эти адреса на публичные. Единички и восьмерки. Теперь касательно list time. IP адрес выдается не навсегда, а на какое-то время, в зависимости от настроек сервера. Представьте, что у вас есть гостевая сеть, в которой каждый день кто-то подключается к телефону или ноутбукам. Если всем устройствам выдавать адреса навсегда, то адреса быстро закончатся. Поэтому логичнее, чтобы адрес был привязан к устройству на какое-то время, пока устройство активно. Но при этом мы не хотели бы, чтобы в рабочей сети IP адрес менялся каждый раз, когда мы выключаем устройство или перезагружаем сеть. Вот это время, на которое выдается IP адрес, называется list time – время аренды. В гостевой сети, где постоянно подключаются новые устройства, логичнее делать небольшой list time, скажем 2 часа. Но это не значит, что через 2 часа на устройстве сменится адрес. Пока устройство подключено к сети, оно будет периодически просить у DHCP сервера продлить это время. Но если устройство отключить от сети на 2 часа, то DHCP сервер освободит этот адрес и может выдать кому-то другому. В рабочей сети устройства меняются реже. И чтобы лишний раз не менять адреса, list time делают большим. Скажем, месяц. Чтобы пока устройство было выключено, никто его IP адрес не взял. Вот примерная табличка из интернета, где и какой list time выставлять. На деле, каждая компания сама определяет свое значение. Хотя обычно там, где настроен DHCP, администратор должен выстроить сеть таким образом, чтобы смена IP адреса не вызывала каких-то проблем. То есть, сразу надо иметь в виду, что у устройств может смениться IP адрес. Но это не обязательно. DHCP сервер позволяет сделать так, чтобы конкретное устройство всегда получало один и тот же IP адрес. Но мы к этому еще вернемся. Так вот, мы тут видим два значения. Default list time и max list time. На самом деле их три. Есть еще min list time. Просто в примере он не указан. То есть, максимальное, минимальное и дефолтное значение времени аренды. Значение в секундах. То есть, 600 это 10 минут. 7200 это 2 часа. При нормальных обстоятельствах будет вызываться дефолтное значение. Если вдруг DHCP клиент сам попросит определенный list time, то максимальное и минимальное значение это будут ограничивать. Допустим, у нас есть гостевая сеть, для которой вы выделили 10 адресов и выставили list time 2 часа. Придет какой-нибудь человек с 10 устройствами и от DHCP клиента запросит list time не на 2 часа, а на 3 месяца. И больше никто к этой сети не сможет подключиться. Потому что в ближайшие 3 месяца все эти 10 адресов будут заняты этим нехорошим человеком. Да, конечно это можно исправить, но лучше просто избежать этой проблемы. Поэтому и нужны эти ограничения. Пусть адрес по умолчанию выдаются на 2 часа, если клиент захочет сразу много, то максимум 3, а минимум 1. Но, как я сказал, в разных сетях list time может отличаться. То, что мы указываем в начале файла, это шаблонные настройки, а чуть ниже мы для карты под сети определим более подходящие сроки. Опция «Авторитатив» определяет, является ли DHCP сервер авторитативным. Что это вообще значит? В каждой сети должен быть один главный DHCP сервер, который отвечает за эту сеть. Да, технически может быть несколько несвязанных серверов, но никто так не делает. Так вот, особенность авторитативного DHCP сервера в том, что он может отказывать в IP адресе и заставлять клиента запрашивать другой адрес. Это связано с тем, что иногда клиенты запоминают адрес из другой сети и пытаются принести его в эту сеть. Условно, ноутбук был подключен к домашней сети, потом его принесли на работу, и он пытается сказать рабочему DHCP серверу, что я хочу использовать домашний адрес. Авторитативный DHCP сервер имеет право посылать DHCP-нак запрос, тем самым отказывая клиенту в этом адресе и заставляя запросить новый адрес – рабочий. Если бы у нас в сети не было бы авторитативного сервера, то клиент послал бы запрос, его просто проигнорировали бы и клиент остался бы с домашним адресом, пока листайм домашнего адреса не закончится. И только тогда ноутбук запросил бы новый адрес. А это может занять час, и в это время пользователь будет доставать администратора, мол, у меня ничего не работает. У нас есть DHCP сервер, он у нас единственный, поэтому мы делаем его авторитативным. Следующая опция – Log Facility. Помните тему про логи и syslog? Он позволяет фильтровать логи по facility. Там есть шаблонные и кастомные, local 0, local 1 и тому подобное. И допустим, в rcslog можно настроить, чтобы разные facility писались в разные файлы. Так вот, мы для DHCP можем задать какое-то facility или оставить local 0, а потом настроить в rcslog, чтобы логи DHCP сервера писались в определенный файл. Оставим эту опцию как есть. Дальше у нас дан пример пустой секции. DHCP сервер ничего не раздает в этой сети. Это больше нужно для общего понимания сети. У нас есть сеть, в которой не будет DHCP. Это в LAN 1. Между внешними и внутренними роутерами. Давайте пропишем эту подсеть. Ну и так как мы в общих настройках включили авторитатив, а в этой подсети мы не являемся авторитативным сервером, здесь мы эту опцию уберем. Чуть ниже дан пример подсети, в которой DHCP сервер работает. Самое главное, для нее указан промежуток адресов в опции range. Как видите, там адреса от 10 до 20. То есть DHCP сервер раздает всего 10 адресов. Всегда стоит брать промежуток с запасом. Без него в какой-то момент выйдет проблема. Закончатся адреса, компьютеры не смогут получить IP-адрес и попасть в сеть. Дальше идет опция routers. В ней указывается адрес gateway, который получат компьютеры. Хотя тут приведены в примере два gateway, и компьютер получит два default gateway, все равно будет использоваться только один. И, как и в случае с адресами DNS, хоть тут и указаны имена, DHCP сервер перед выдачей адреса превратит их в IP-адреса. Давайте пропишем здесь свои подсети. У нас их пока что четыре, не считая первого влана. В каких-то сетях у нас будет больше хостов, в каких-то меньше. От этого зависит range. И адрес роутера для каждой подсети свой. Теперь давайте поправлять. Начнем с list time. Из этих четырех сетей три относятся к серверам, и только одна к пользователям. Поэтому для пользователей пропишем внутри subnet list time на 25, 30 и 35 дней. А сверху, где глобальные настройки, поправим list time на 80, 90 и 100 дней. Просто интересный факт. Самое большое значение примерно 135 лет. Теперь касательно dmz. Как вы, возможно, помните, чтобы хост из dmz мог достучаться до внутренней сети, мы прописывали на нем статичный маршрут. Мол, 10000-8 находится за роутером 3. И мы хотели бы раздать этот статичный маршрут по DHCP. Будет не очень банально, но копипаста вам поможет. Итак, в общей секции прописываем две опции. Они не изменчивы. Просто пишем или копируем как есть. Дальше в секции dmz прописываем еще две опции. Здесь уже цифры имеют значение. Вспомните маршрут. 10000-8. Via 1002-254. 8 – это маска под сети. 10 – адрес телевой сети. Просто мы убрали нули. 1002-254 – это адрес роутера. Просто вместо точек запятые. DHCP. У DHCP есть множество различных опций. Все за раз мы не разберем. Да и без необходимости просто так их прописывать смысла нет. Будем проходить соответствующие темы. Будем добавлять на DHCP. А пока давайте сотрем все что ниже и оставим только секцию хост фантазия. К ней мы еще вернемся. А пока сохраним и выйдем из файла. Демон DHCP сервера называется DHCPD. Давайте добавим его в автозагрузку и запустим. А также посмотрим статус. Как видите, он запущен. Давайте еще посмотрим логи. Здесь есть предупреждение, что для таких-то интерфейсов не заданы настройки в DHCPD. Но ничего критичного в этом нет. Это наши слейв-интерфейсы для тимминга. Естественно, на них нет адресов и ничего плохого в этом нет. Стоит отметить, что на Firewall ничего открывать не надо, так как процесс Dora работает на втором уровне сети. Все общения происходят по MAC-адресам. И хотя в пакетах содержится информация об IP-адресах, сами они не прописаны ни как source, ни как destination. Давайте тестировать. Подключим новый компьютер к DMZ-сети и включим. Так как по умолчанию хосты берут IP-адрес по DHCP, он должен сразу взять IP-адрес. Поэтому можем глянуть логи DHCP сервера. И, как видно, появилось 4 сообщения Dora. Discover, Offer, Request и Acknowledge. Здесь же виден MAC-адрес нового устройства и выданный IP-адрес. Попробуем подключиться к нему. Подключение прошло успешно. Давайте посмотрим IP-адрес, маршруты и DNS-сервера. У нас автоматом все прописалось. И IP-адрес, и Gateway, и статичный маршрут, и DNS-сервера. Если посмотрим детальнее интерфейс, то увидим, что мы получили IP по DHCP, потому что написано Dynamic. И видим, когда у нас заканчивается list-time. Сколько-то секунд. Если еще раз проверить, времени осталось меньше. Но, если помните, это время будет автоматом продлеваться, пока мы подключены к сети и видим DHCP-сервер. Чуть больше информации о полученных опциях можно увидеть через сам Network Manager, если посмотреть профиль. Тут у нас и адрес DHCP-сервера, и время аренды, всякие маршруты и прочая информация. То есть все работает как надо. Вернемся на DHCP-сервер. Он хранит информацию о текущих выданных адресах в файле var.lib.dhcpd.lisos. Тут у нас видно, кто когда запросил адрес и когда заканчивается время. Но пока этого хватит. В следующий раз мы продолжим тему DHCP. Посмотрим еще пару опций, вынесем DHCP на отдельные сервера, настроим отказоустойчивость и поговорим про безопасность. Вашим заданием будет настроить NTP-сервер кроне на роутерах 3 и 4, чтобы мы в следующий раз их раздавали по DHCP. Если вы забыли как это делать, посмотрите 54-й урок из курса BASIS. А также поиграйтесь в одной из сетей. Выставите лист тайм в пару минут, посмотрите через TCP-дамп как проходит процесс DORA, как идет запрос о продлении лист. Ну и рекомендую почитать статью на Википедии, чтобы узнать чуть больше технических деталей. Играет музыка. Играет музыка.